Дворовый клуб Алпамы сейчас напоминает заброшенный склад. Внутри здания готовая декорация к фильму ужасов. Гниющие стены, трухлявый пол, да и запах разложения уже не выветривается. Спортивный инвентарь, похоже, променял не один десяток лет, но до сих пор, хоть и со скрипом, служат детям. Эти скотч обматываем, вот так все, где-то вот, тросы меняем сами, вот сколько по возможности. Вот даже у нас отломался, хотели сваркой сделать. Боимся, что дети могут повредить себе руки, там что-нибудь. Бывает, родители приходят, посмотрят на этот вид и уводят своих детей. Вот и такое. Не буду скрывать. Педагоги сами наводят порядок в клубе и ремонтируют инвентарь. Некоторые даже бесплатно преподают здесь. Они бы и не прочь за свой счет отремонтировать клуб. Только вот у самих нет денег. Дворовый клуб Алпамыс, а точнее его плачевное состояние, обсуждали при Акиме города. Вот уже 8 лет клуб на балансе городского отдела образования, но до сих пор на его ремонт не выделяли ни копейки. Неудивительно, что детская организация пришла в упадок. Чиновники хотели было раскритиковать работу педагогов, но когда речь зашла о деньгах, тему решили не продолжать. На дворовые клубы нужно выделять, естественно, суммы. Но прежде мы, конечно же, отремонтировали наше большое здание, которое востребовано в городе. Я думаю, что будет время и будут средства, если решат наши руководители. Мы будем выполнять те задания, которые будут нам поставлены. За столько лет дворовым клубам Алпамыс, похоже, займутся всерьез. Через пару месяцев там начнут капитальный ремонт, пообещали в Горано. В двух дворовых клубах Шумкента в августе начнется ремонт. Уже выделены деньги и составлена смета. Клуб Алпамыс особенно нуждается в полной переделке. Вы сами видите, в каком он состоянии. На одном ремонте ограничиваться не стали. Чиновники от образования обещали также открыть в городе 40 дополнительных дворовых клубов. Пока их только шесть.